Раунд верхней сетки, насколько я помню Ну и поехали, я хоть посмотрю, кто на ком играет У нас Яо играет на Брюмастере SF Мэйби Ксяу-8 на Винге Слардар Сайлар и Лина ММА Ну и Сларкевич за CDC Агрессив Ф, именно Гардер на Рубике Q на Ancient Operation На Ember Spirit у нас играет Шики Да, и Бетрайдер Хз Хз, вот, Хз, точно Хз, Хз Ну, кстати говоря, Бетрайдер тут неплохо Себя чувствует, ворует крипцов В общем, обычный Бетрайдер Обычные будни Бетрайдера Залетел в чужой лес, воровал крипов Да, да, стандартные, стандартные, скажем, будни Как дела вообще на линиях обстоят? Что там произошло? Интересно Вот я смотрю, Феросблад уже был сделан Кто его оформил? На Мэйби Мэйби убили Тут суппорты то ли в Смаке, то ли даже без Смаке Ну, по-моему, в Смаке набежали Рубик поднял Ну и, собственно, Мэйби погиб Ну, это был прямо на первом уровне, поэтому это не особо сильно зарешало Как видно, даже и статы у них одинаковые с Эмбером Так, ну и вот сейчас идет контроль верхней руны Шиики Прожимает Флэйм Гуар Ну, слушайте А Яу закинули на гору И он сидит, так сказать Да, Яу сидит на горе, но Эмбер сидит в таверне Как бы, что из этого хуже на такой минуте? Думаю, что Яу, как бы, не сильно обломает Сейчас ТП-шку принесет, поэтому действительно в таверну отправиться неприятней Да, да, ну и вот он, этот Сайлар На Бэтрайдера с дабл дэмэджем пока нападать он не хочет Ну, да Ну, какое предсказание было царское по Слардару-то, а? Вот только вспомнили про него Ну, и видишь, как бы Ксяо тоже вспомнил Ну, так это же Слардар, Венга и Сэф Это и есть те самые бородатые стратегии минус арморов Да, ну, в принципе Ой-ой-ой, там, смотри, серьезно страдает Кьюси Сейчас на топе, но он уходит Сларк тут уже, а, ну, хотя я хотел сказать, нормально настакал, но еще не нормально Там всего три заряда у него в эсэнс-шифте Сларк пока слабит, тут 5-го уровня Много не может, ему нужно прокачать паунс Там нужно все закачать Так, ну и Шадоу Финт Шадоу Финт пока имитирует Бристлбэка Стоит спиной к крипам И танчит их Так, а ну еще поговори что-нибудь Фармит у нас проблемы, моментально будет шестой левел там фактически Тут еще вот этих подфармит Да, он реально шестой? Ну почти там, а может и будет Даже если сейчас еще скелетиков доберет Он тех Там ставят сладкие скелетики Сладенькие, да Вкусные зомби Ну последнего не хватит, наверное, экспы Да, не хватает Счем экспы Но это не важно, какая ему разница В принципе, был бы у него что или нет Он все равно сейчас обратно в лес придет Просто у него фарм ускоряется Он так, таким темпами До 10 минуты может Бринг Оформить себя И начать делать что-то Петрайдер, который рано начинает Реализовывать Бринг Это всегда хорошо Так, ну и смотри Брюмастер, который в оффлейне Вот он уже почти шестой свой получил Убивать этого героя в принципе тяжеловато Но вот ребята, видимо, хотят сейчас попробовать Еще пока он шестой левел не успел Отхапать Но Брюмастер... Да, вообще, слушай Это странно Как он так тут круто себя чувствует Этот Брюмастер Он как будто бы не соло оффлейна Я не знаю С какой-то другой линии Концептов там было Рубик, Опарейшн и Сларк Они могут убивать Это сильные герои Да, ну вот смотри Он ушел по таймингу Запулил крипов Реально очень хороший тайминг Эйншентов в результате Теперь уже достаточно много Правда, кто их будет фармить Пока не особо понятно Потом как-то зафармят со временем Может быть, Эмбер Спирит Вражеский Потом фури зафармят О, это, кстати, хорошая идея Тело не ясно СФ, наверное, может купить Такие арты, чтобы пофармить Тут, кстати говоря Агрессив Играет агрессивно И на Яо А тут уже люди ждали Агрессивно Но почему-то они стали нападать Даже пытаться Такс Ну и что тут у нас получается Получается у нас то, что Шларк Что, барабаны решил себе собрать Такой статовый будет? Не каждый день увидишь Шларка с барабанами Я хочу сказать Странно Особенно что-то, что накупил Ринков Базил Обычно его переделывают в Аквилу И, в принципе, это тоже статы Ну да, обычно на этом просто и ограничиваются Так может он мискликнул? Он хотел купить себе этот бан Такой билбрасер Может быть и мискликнул, кстати, да Такое тоже возможно У нас вот Сайлар пока внизу просто халдит Знает, что на карте почти никого не видно Мало ли где этот бэтрайдер там сейчас летает Чувствует агрессию А агрессия действительно здесь Здесь вот есть в инвизии У нас шики Ходят Поэтому Сайлар все правильно делает Просто, кстати, Сайлар купил Мидас в этой игре Это интересный момент Ну знаешь, даже учитывая то, что он купил себе Мидас У него уже тысяча еще на руках То есть, в принципе, он не особо, я думаю, будет Если, конечно, он сейчас пару раз не умрет Если сейчас его получится наказать за этот Мидас парочку раз То, да, тогда у Слардара дела будут идти очень плохо Потому что это такой очень сноуболящийся персонаж Если ему вовремя не купить Там Даггер, Ван Гуар То может поплыть На миде там нападение В смоке сейчас Кал-8 дотягивает С станчиком по городу Топатка сюда, наверное, это глупая идея А Сларфу можно, но тут тоже ничего не сделает Слардар очень-очень сыграл терпильно Сейчас просто сидел за Тавром Пока не показались все противники Понимает во всем, что с Мидасом нельзя рисковать Ну да, тебе реально сейчас собьют там 500, 600, 700 голды Ты уже не покупаешь какой-то там тайминговый Виталити Бустер Или тайминговый Даггер, например От которого действительно много зависит Если вам враг особенно будет навязывать агрессию Слардар просто один из тех героев, который без Даггера Ну это примерно как Шейкер То есть ты не можешь сделать вообще почти ничего Только если Шейкером ты можешь кинуть Фиссуру с какого-нибудь Лонгринджа Тут ты можешь разве что минус армор какой-то повесить И все А это, ну, немного несопоставимо Поэтому... Ну да, есть такое, действительно, для Слардара Даггера Это вообще супер важно Им действительно тот герой, который просто бегает по драке Вроде даже ЕМС большой, но он все равно ни до кого добежать не успевает Еще разбегаются от него Ну да, просто все знают, насколько страшно все будет, если вдруг он добежит Поэтому никто и не старается держаться рядышком со Слардаром Смок от Сидека Они сейчас пойдут как раз-таки ловить этого Слардара Знают про Мидас Знают, что надо убивать прямо сейчас Есть битрайдера Блинка И вот это момент Истинный Но видит Ксяу-8, который все спалил и спас своего Слардара Слардар уедет сейчас просто Да-да-да Он, в принципе, должен уже был подрубать спринт и валить отсюда поскорее Но, смотри, жадный-жадный Сайлар не хочет уходить Жадный Да, Ксяу хорошо сыграл Он, в принципе, вот там и стоял, грубо говоря, смог палить Они-то все прекрасно тоже понимают, что блин где-то должен быть Единственное, куда реально, скорее всего, пойдутся Дека, это на Слардара Поэтому Ксяу просто встал и сказал Жду Ну и дождался Дождался, дождался Это очень грамотно Действительно, у Слардара не хватает всего там 200-300 голды до даггера А это уже копеечки Если, конечно, не умирать Да, это копеечки Но, конечно, то, что приходится так со Слардаром за этим, как за маленьким ребенком его опекать И он все время убегает Это тоже не очень приятно То есть, и на самом деле он уже местными даться Из-за таких количеств денег мог иметь ПТ-блинк и там какой-нибудь грейджный стик И уже сам быть агрессором А так он пока терпел Ну, смотри, сейчас в мид собираются выходить на шики Тут Ксяу-8 выходит, но... Ну, нет Этого пацана так просто не взять Да, Эмбер вот как раз без блинка на Слардаре не взять Его и с блинком на Слардаре-то может не получиться взять Если у него реакция тигра-мангуста Кобра-тигра Кобра-мангуста? Кобра-мангуста, да Но... Вингой только уж точно Там реакции никакой не надо Он даже успел кинуть, или на ангел полететь В него не просто улететь А, ну и Слардар появился Наконец Дайгер Вот он в миде Вместе с Линой Готовится выезжать Выезжает Ночь на дворе Очень своевременно Хороший прокаст Но Лассо! Лассо суперкрутое И Сайла, по-моему, умирает И тут такая неудача Ты думайся Он фармил Чертов Чертов Принут 15 минут Терпел Там, не умирал И просто пошел И умер сразу После того, как купил его Да, при этом Не получилось забрать Самого Эмбера Тут у нас, кстати, у Яо Проблема Хотя нет, проблем у него нет У него еще есть ульт Поэтому единственные проблемы Тут могли появиться Только у Агрессива Это с одной стороны А с другой стороны Здесь уже Шики Разводит на ульт И Шики Слушай, на Шики можно Сдиспелить Хасту Но с диспел По идее и Улом Он же диспелит Или не диспелит Да, да, да Вот И Шики пока Пока улетел Далеко ли Камня пока еще нет Ну и все Ну, развели в итоге на ульте Кстати, летит еще Ульт Оперейшн Куда-то В странное место Он залетел Ну и проблема Уже нет, слушай Ульта нету теперь У Брюмастера Там Славдара убили Ну да, все идет не так хорошо Как могло бы Безусловно Кавер собрали У Шики все неплохо То есть Эмбер Спирит Тот герой, которого Ты когда видишь У него фазы барабана 13-й минуте Ты говоришь Что это герой Реально все неплохо Иногда и на 25-й минуте Он с такими артами убивает И это в принципе Тоже может быть неплохо Да Так, ну и что там Селедочник Первое, конечно Ну, основное внимание У команды LGD Должно быть привязано Безусловно Именно к этому персонажу Потому что От него сейчас зависит Очень много Это как вот Бэтрайдер Только Слардар То есть чувак Который просто наводит шорох И сейчас он отправляется Его наводить Снова смог Мне кажется, что это попытка Убить Рошана Под шумок Потому что вряд ли Они хотят гангать кого-то Именно Роша Или Или хотят Или не хотят А, нет Они хотят Тавр справа забрать Так вот Ну да Весьма Замысловатое Такое решение Ну да Поставили Вард здесь И Слардар В смоке Со спины Китайцы Пытаются Другого обмануть Одной и той же Фишкой Все Прекрасно знают Что если Три китайца Пушат По линии То два китайца В спине В смоке Они так стрим Поэтому Не знаю Кого они там Пытаются Подвуться Как говорится Детки Ведутся На это все Ну да Это ребята В принципе Пуганные Так что Они действительно Тут зато Вот Вот Рошана Снутри И под Вот этим Всем Сармором Это Получше Плану Выглядит Смотри Как умирает Этот Рошан Сочненько Так Ну и В принципе Да Легкий Аегис Без вообще Каких-либо Там Разменов Да Ну тут Кстати говоря Попытка Агрессива Он за пленком Ты посмотри Какой агрессивный Боже Не зря Ник такой взял Он же агрессив Да 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 И смотри Пошел Пошел И не дошел Не дошел Ульт что-то Завязал Как-то все не очень Хорошо Сейчас у него Ульт с него Спадет Бремастер Очень классно Вошел Бремастер Сейчас просто Отвлекает на себя Внимание Взял он на себя Эншент Паришна А Паришен Теперь не удел Поймали Эмбера Эмбер успевает уйти Но ловит стан И Слардарчик В спину Зинк Просто Просто Шваркнули Выкупается Зачем-то Опаришен Седьмого уровня Вообще Непонятно У него типа Есть ульт Может он думает Что он сейчас Минус пять Сделает А? Да Но По-моему Лучше бы ему было Появиться На базе Кинуть оттуда С большого рейнджа Хоть какой-то смысл было В итоге Непонятное нападение Нападали Не с инициативы Бэтрайдера Не с Лассо Пытался напасть Агрессив Он Всем промазал Произвал Что-то в Зенс Просто чтобы не умереть И Что-то вообще Никак Да Ну и вот Получается то Что LGD В принципе С такими-то Жирненькими героями Уже начинают Потихоньку Выходить Вот в этот самый Мидгейм Но Если речь идет о лейте Лейте У CDC Вообще Тоже все шоколадно У них есть Сларк У них есть Эмбер Бэтрайдер И Апаришн То есть в принципе Даже Рубик С ворованной какой-то лагуной Он будет очень хорош Только что Рубик с ворованной лагуной Пытался убить И Сепаса Но у него и то Не вышло Ультаппарата Чуть-чуть не долетает Агрессив Попадает Агрессив должен Вся По идее забирать Но тут два Агрессив И вот она Куча АОЕ Ты посмотри Его просто изничтожают Да Да Работает просто идеально Если Линзовским Станом Там можно и не попасть Он такой Но Слардаровским Легко попасть Ну да Причем там АОЕ Достаточно серьезное И вот сейчас мы видим Наглядный пример То как по Сларку прошлись Там Клэп Стан Потом он уже Выходит из Шудоу Дэнса Спустя там некоторое время И все И в него там залетает Лагуна Стан Винги Еще что-нибудь Очень больно Ну конечно Еще Рейзы Туда могут От Сепаса заходить Слардар Стал тут очень Полезным Если против Сларков Работает Да И как-то в один момент Все очень плохо стало Длица детства Вроде все было хорошо у них И Так нормально было А теперь Да Теперь даже если на графике посмотреть То мы видим уже 5000 преимущества По деньгам У LGD И порядка 4000 По опыту Это реально Хорошие цифры Учитывая Ну темп Который сейчас Набирают LGD Не просто Они там Кого-то убили О Получилось Сейчас они идут Вышечку забирают Продолжат дальше ловить Слардар-то он слабее Не становится У Слардара сейчас ПТ 1300 Я не знаю Будет ли это какой-то Кримсон Гвард В принципе возможно Что это будет Ну Варгвард Кримсон Гвард Да думаю БКБ скорее всего Или БКБ Да например Потому что он тут прям активный Такой вырыватель Вместе с Бримастером А без БКБ против цедеринговых героев Правда не хочется играть Там слишком много всего Ну да БКБ тоже очень-очень хороший вариант И вот сейчас Начинают нести Т2 О Слушай А тут Эмберспирит мой любимчик Он собирается купить Яшу себе А это тот самый через Монтастайл Эмберспирит Да Сладенький наш Смотри Сларк Сларк зашел в спину Что он сделает Что он Случит Так ну Этого парня Егеза Сейчас все на него нападают Ведь ничего же не выйдет Он еще успел Нет не успел разулетиться Ну почти успел У Ява кстати А вот мана уже появилась На СФ А в очередной раз нападают О так ему больно Но у него кстати вылез Что там и у Вообще Да Слардар нападает Бримастер тоже нападает Слушай Так по очереди Врывается Герой ЛЖД Один подошел Подрался Второй Ну надо наверное Уходить отсюда ЛЖД Потому что они уже Много чего потратили Могут быть сейчас Сами потрачены Совершенно Никого кстати Не попросил забрать Ява под угрозой Яу 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 Да У него еще 8 секунд До дайгера Поэтому Эмбер в принципе Может его сейчас догнать Ну да Это слишком дешево Дешевая попыточка Яву пытался Чуть-чуть разорвать Но слушает Получается что Размен-то Один в ноль Еще аега забили На халяву Да Вышка так и осталась Стоять То есть по факту Вообще никакого бонуса Не получили Парни из ЛЖД Но по-прежнему Два топа Нетворца Принадлежат им Да Сайлар решил Так как вот И предложил Собрать БКБ Сразу же У него там Огрклап уже есть У Лины появляется Юл У СФ появляется БКБ Да У Рубика Неожиданный Такой прирост Артефактов СФ очень бесполезный Был вот всю эту драку Это был как Какой-то мешок просто С деньгами Я не знаю С Юлом Мешок с Юлом И с каким-то набором Непонятных дефактов То есть Он вроде как Самый топовый Там Нетворц И так далее Такой типа Сильный Должен Внушать Штрах Противника Но его Увозит Бэтрайдер Его убивают Один раз И после этого Его Чуть ли не убивают Второй раз За полсекунды Все вынуждены Просто спасать его Вместо того Чтобы Он был Драку начинать Да Вместо того Чтобы он был Тем парнем Который Демат И так далее А все остальные Его поддерживают Все его Только спасали И в итоге Кто-то еще и умер Но вот сейчас В БКБ Все изменится Конечно Ну сейчас Не получится Да Так на халявку С пылами Которых Огромное количество У Си Ди Си Снести Этого Шедоу Финда Придется мочить Ручками А ручками Там вот Например Есть Эмбер С Бэндом Офелвин Скин Ну ладно У него еще Фейзы У него Яша У него Яша Уже есть Кстати Яша Что-то дает Демат Что-то Акчелогайсин Залетает А здесь Кстати говоря Сцена 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 Ну Сф раскастовался Правда Ксяу 8 Ксяу 8 Пока что Пытается уйти Я откинул стан Отлично Щелкнули Сларка У Мэйби БКБ Только-только Заканчивается Сларк делает Байбэк Возвращается Слардар промахивается Станом Так Такой Какой-то просто Лютый Лютый замес Происходит Но по итогам Один в один И развели На байбэк Агрессия Да На тысячу Реально Халява Слушай Тысячу Голды Сорвали Ребята С Сларка За вот эти Вот Погрешности Мне нравится Как четко Все заработали Денег По 58 Голды И Винга Которая умерла Заработала 97 Агрессия Тут нападает Пытается на Яу Кстати У Яу Некоторые проблемы Могут быть Потому что Здесь еще и Да Я умирает Гардер Украл пивные пары Хотел наверное Ультимейт украсть Но это было бы Довольно странно Если бы Через минуту После того как Мой мастер Развисал ульт У него Он был бы Последним Скастером Спилом Так Ну и Дальше 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 Так Сельдь Уже почти С БКБ Поэтому сейчас Проблем будет Чуть поменьше Но в принципе Пока не появилось Мощных артефактов У Эмбера И Сларка Вот эти БКБ На Двух гор героях На СФ И на Слардаре Они Ну Будут решать Все проблемы С вражеской командой Ну практически Все проблемы Ну да Учитывая что Шики купил Яшу То есть У него нескоро Появится Реальный ДПС После Яши Если он захочет Купить Шимон То это будет Вообще Очень нескоро У него появятся Там какие-то Баттлфуриды И Далусы Хорошо До этого и игра Не дойдет Вот смотри По твоему мнению Чем руководствуются Эмбер Спириты Собирающие Яшу Нет Ну давай откровенно Яша Именно Яша Не самый плохой Эртефакт Она дает В принципе 16 атаки Эмбер Спириту 15 скорости атаки Скорость передвижения Которая нужна Эмбер Спириту Потому что У него ульт работает Со скоростью передвижения Но Чем руководствуются Эмбер Спириты Которые Апгрейдят Яшу В Монту Вот это Я не знаю Ну я именно Монта Стайл имел ввиду Да Яша это в принципе Более-менее Но Монта Да Монта это Мне кажется Перебор В некоторых ситуациях Когда есть Конкретная там Квапа с Орхидом Инвокер с Орхидом Вот Шторм какой-нибудь С Орхидом Да Тогда Монта Стайл Может пригодиться Просто для того Чтобы сбрасывать его Но В обычной ситуации Не знаю Мне кажется Крайне дорогой артефакт В обычной ситуации Тут конечно Он тоже может Себя сбрасывать Например Ультимейт Славдара Но это все Того не стоит Действительно Это не то Просто Монта Дает 10 статов Дополнительно Вот Яша От Монты Отличается только Иллюзиями И вот этим Шариком За 200 И получается Что ты Терратишь 3000 голды Вообще Ни на что Считай Потому что Иллюзии Сами по себе Не нужны Особенно Эмберовские Ну да Они ничего не дают Эти иллюзии Эмберу У него ни одного Ни один скил Не работает с иллюзиями У него никак Не улучшаются Ну да Да В принципе Тут все верно И поэтому Будем надеяться Что Эмберспирит Все таки не станет Хотя Судя по количеству Бабла у него В кошельке Да 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 Вот прям 140 голды Копит Копит Скоро будет Шар Ну может быть Он все таки Захочет купить себе Или что-то Баттлфьюрку Там Ну если бы он хотел купить Баттлфьюр Он бы уже купил себе Клеймор Или Клеймору Или Персуда Какую-нибудь Что-то Я думаю Точно появилось Ну а тут в Смаке Вылазка от ЛГД Хотят они Кого-то Обнаружить Вижна У них нет Никакого Вот сейчас Правда Паришина Могут Найти Да Походу Нашли Они его Бегают Ой Сларк Сларк Ты посмотри Его просто находят Клэп Он мансит Он мансит Боже Как он мансит Ну смотри Он пытается мансить Он продолжает мансить Он уходит А почему А потому что Слардар Фрыгнул в деревья Ну да Да уж Просто был бы там Слардар на спринте Я думаю Сларк бы не так Легко смог Избежать Гибели Сларк бы вообще Никуда бы не ушел Я думаю Скорее всего Но так вот Получилось уйти О Агрессиво Ровно по таймингу Всех и улов Станов замедления У него все время Был драгпак И он все Сбрасывал с себя И бежал 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 И убежал Так Ну и продолжается У нас сеанс Фарма Коллективного Несмотря на то что Хотя LGT только что Предпредили попытку Вылазки Так что Их пока Обвинять не в чем Они вроде пытались Не получилось Так бывает Потому что В курице еще летит Слушай А вдруг это Эмберспирит Который купит Прям рапиру Сразу Да Ну у него же Две рапиры в руках Почему вне рапиру Да сходу Да Да Две рапира сходу Вне рапира сходу И всякое может случиться Бармируем Вот ультра Аппарат Дозавитая Точнее Гемер хорошо Потому что БКБшечка Уй Попытка украсться Аегер Это вечная Попытка Никогда не работает Но все пытаются Да ладно Да ладно Это круто выглядит Если получается Там все Девочки макреют Все дела То есть Это реально круто Если это вдруг Получается Летят лифчики Да Кастмобиль Снова Нет Ну слушай Это реально Гениальная идея Я думаю Что тот Кто первый Ее реализует Он просто Будет успешным Кастером Нет Стоп Подожди В чем смысл Так один вопрос Ты ездишь Чувак Ты просто ездишь По ивентам Вот например В Европе Которые ивенты Ааа Слушай То есть Мы можем Прям выехать Например В Йонг Копинг Да Или там В Бухарест Ты сядешь И поедешь В Копинг И ты будешь Ехать Столько Время И все время Кастить что-то Да Да Ты просто Едешь И кастишь Ты понимаешь Насколько Это круто Трехсуточный Марафон Кастинга Или четырехсуточный Сколько надо ехать До ее Копинга Я не знаю Потому что тут у Сларка Проблемы У него действительно Проблемы Ему надо ульт подрубать Он подрубил И дальше Он пока стоит В этом мульте Но Что он Пвпшится Не может С Слардаром Паунс Он уже потратил И Лина Пыталась его не простить Но Сларка Добила винга Все-таки И Рубика Тоже забрали Ну Цедек Что-то со всех Поклеились Понятно Что-то происходит Как бы Возможно В этот момент Поехать куда-нибудь Так слушай Реально это было бы Чуть А как интернет А как интернет Туда будет попадать Ну Сделать Нормальный Дорогой Там 3G Какой-то интернет Ой Взорвали еще Имперспир Ну да И везде Он работает Не ну короче Смотри Если речь идет О Европе То вот в Европе Особенно в Швеции Там С интернетом Вообще проблем нет Ну да Мы даже шутили Что там наверное Заходят в лес Там на дереве Висит вайфай Лес Пароли Та-ха-ха-ха На каждом деле Вырезано просто На коре Три доллара Три доллара Типа Купюроприемник Прям в стволе Так Слушай там Бэтрайдер Нашел Слардара И Лососируя его Улетел С телепорта Ну Это Работает В принципе Смотри Телепорт 3 секунды Лососирование Три с половиной секунды А потрясающая идея Потрясающая идея была от Сларка Ну слушай Слушай Нет он Он все продумал У него действительно Нормальная Катка пока Он пытается убить Ну хорошо Смотри Одного он убил Дальше прилетает Эмбер Спирит У этого тоже Видимо все продумано Ну слушай Пока да Пока у него все продумано Да у него тоже все продумано Реально все Продуманные ребята Профессионалы Играют в доту Поэтому все Продумано И я У тебя сможет умирать Потому что Нету пленка Нет ни хрена Ну там идет Слардар Там идет Слардар со станом Он идет Он идет Селедочка Он идет Селедочка идет И Сезжает на огонь И уже не идет Даггер ему да сбили Что вообще происходит Смотри какая Мансен кейм Я не знаю Это селедка Она такая Ой-ой-ой Попал Он походу Сам не ожидал Что он попал Угарда Романа нет Ну кстати он украл Ультимейт Слардар Это очень неплохой Такой скилл Короче я только что Вообще не понял Нифига что произошло Потому что Слард выдал Две с половиной тысячи урона В результате Умерла только Лина Там Ну и Сэфу да сбили Аегис Рубик полторашку Дэмэджу выдал Норм вообще Это законно Ну такой Рубик И 700 маны Плюс стики Плюс еще какой-то реген Ну слушай Сколько трака шла И он Он дал болтов 10 за траку Он три болта дал Он три раза Украл заклинание Ты понимаешь Всего три болта Мне казалось больше Ну три Статистика говорит Что три Может он крал тоже Болты Вряд ли Абах Блин Понятно Сейчас меня Я пытался придумать Как это возможно Но понял что невозможно Тут у меня спрашивают Как тебе новость О возвращении Яфица Вообще Как-то прохладная Такая новость Да сейчас все возвращаются Друзья Интернешнл Через Несколько месяцев Сейчас еще и не такие Ребята вернутся Сейчас не такие Ребята Сейчас начнется Кто там может вернуться Ну Адмирейшн Сюда может появиться Ну как бы знаешь Мы уже все в курсе Про команду Артстайла Как бы Вигас в любой момент Может появиться В команде Артстайла Ну да Допустим Вместе с Адмирейшн Тем же Да Да То есть Все здесь У нас же как Вообще в мире Есть люди которые Все время работают И Стабильно Добиваются результата А есть Которые думают Да нахрен надо Я сейчас Приду И сделаю Ну вот Обычно те которые Так думают У них не получается Но один раз Как-то раз В тысячу лет И палка стреляет Да Да И вот именно Этот раз И мотивирует Тех кто вот так вот Думает Да Так оно и получается Это как в лотерейку сыграть Типа Ну как бы Шанс невелик Но А вдруг А вдруг получится Ну и вот Они возвращаются Все И пытаются Недавно Где-то читал Тоже Какие-то там Типа Суперфакты То что Группа Типа Преподавателей Статистики Выигрывала В лотерею Шесть раз Причем Ну В топовую Какую-то лотерею Так У нас Напали на Бэтрайдера Пытаются его забрать На Бэтрайдера Который пытался Сделать Стран Разлить огня Но не так Как надо Это он делал Слишком Быковое Ну и Развал кабинетов По этому поводу У Бэтрайдера То нет байбека И аппарат И погибает У него тоже нет байбека А нет У него есть байбек Ну там пока Брюмастер Да Всех поразгонял Правда могут Сейчас еще и до Рубика Добраться До Рубика А у него Блинк Или куда он делся Да у него Блинк Там психанул Да Слушай Агресик нападает Ой слушай Слардар нападает Лина Прокаст Это минус Сларк Очень быстро Не стало Сларкевича О а Рубик Сольцом Брюмастера Неожиданно Но правда Он тут считай Почти один Ну да 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 Эмбер там продолжает Пока распрыгиваться Подкручиваться Сайлар не знает Куда ему деваться Его эти Мини Рубики Добивают Но Погибают все Иллюзии Рубика Стан долетает Это минус 5 Эмбер кстати говоря Купил Себе всякие Пофуры Не стал Пугать мантумом Хотя бы за это Можем сказать ему Спасибо Молодой человек Ну ничего не помогает Минус 5 Притом Тавр стоит То есть люди дрались И дрались Все время Тавра не убивали Ну возможно хотят Ой Слардар ошибается Не прыгнул Не прыгнул Слардар Вся команда Рядом была Секунду стар Любой толпы драйда Терпел Сайлар Затерпел Слушай У Лины У Лины Аганим У Лины Еще Поинтбустер Это второй Аганим что ли Слушай Надо придумать Грейт Аганиму Я Я придумал Смотри Грейт Аганиму Не-не Надо чтобы Ты покупал Рецепт какой-то там На Аганим И у тебя Он грейт Давай Надо подумать Что он дает Еще на один левел Апается твой спел Например Ну нет Понятно что Грейт Аганима Только это и может дать Ну вообще Кстати говоря Идея нормальная Почему бы и нет Это Надо просто Всем кастерам Сделать Чтобы Ганим Сильно увеличивал Скиллы И потом Чтобы его можно было Грейтить И типа Ты мол такой Кастер Все игру полезный Как в Лоле Ну типа того Да Потому что Порой наступает Момент Когда даже Кастеры Типа Квапы И Лины Они просто Вынуждены Уходить в ДПС Потому что Ну это не редкость Увидеть Квапу Там с МКБ И Дейдалусом Там в каком-то лейте Ну да Физурон Доминирует Над магией И в доте Очень серьезно Это не новость Я писал Насчет этого Не один раз Так Тут еще вот Идет нападение На Сларк Слушай Сларк умер А че он Нажал Он не поверил Он так умрет Но зря он не поверил Там еще Эмбер Походу не верит То что он так вот Умрет Слушай Эмбер тут А вот Все да Да Именно так Ну и еще Бэтрайдер там тоже Эмбер здесь Может уйти Но нет Да уже на год лайк Если что Мэйби Мэйби Под фонтон гейминг Фактически пошел у него Ну гг Гг пишут 2-0 Лгд Изи каточка Для них Обе игры были Очень уверенные Ну да Но Лгд здесь Были в этом матче Явно Фаворитом Явно На мой взгляд Лгд Входят В топ-3 Вот китайский Сейчас Притом Непонятно Кто там На каком месте В этом топ-3 Есть Вгл GDIG И они там С переменным успехом Друг друга Месят Поэтому Кстати Они так Позади Идут Взбук